Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Когда я впервые зашел на этот участок, мне показалось, что в нем много чего необычного. Я надеюсь, вы в этом убедитесь сами. Знакомьтесь, участок принадлежит семье Фатяновых, Надежда и Валерий. Поселок Николаевский, Тарбогатайский район. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы осваиваете этот участок? Этот участок мы осваиваем 5 лет. А до этого жили? До этого жили по соседству. Вот стоит барак старый, от него у нас здесь земля была, потом я построил домик, и 5 лет назад мы сюда переехали. Ну, действительно, за 5 лет вы сделали очень много, вот с точки зрения агрономии прежде всего. Я не берусь судить о вашем доме и постройке, их тоже много. Вот у вас что, была изначальная цель? Скажите, может быть, хозяйка ответит на этот вопрос. Сделать хороший сад, огород, теплицу и так далее? Ну, конечно. Моя цель была развести цветы. То есть вы любите цветы, да? А вообще-то разделение труда какое-то есть. Кто вас за сад отвечает, кто за огород, кто за теплицу, кто за... Ну, за цветы я понял, это вы, да? За огород, за цвета отвечаю я. Вы, да? Поливаю, ухаживаю. Ну, я в основном занимаюсь садом, начал постепенно завозить, искать сорта. Вообще, у меня родители живут в Самаре, когда я туда ездил в отпуск. Значит, оттуда у отца дача хорошая, он тоже любитель, садовод у меня. А сами мы выходцы с Южного Казахстана. То есть вы родом не отсюда? Не отсюда. Я здесь живу, женился, служил здесь в армии, познакомился с женой, женился и вот уже больше 30 лет здесь проживаю. Но нравится здесь жить? Ну, если бы мне не нравилось, наверное, я бы уже уехал отсюда. Во время небольшой экскурсии я заметил, что вы используете западные сорта, по-видимому, оттуда привозите, да? Да, да, да. Ну, о них мы еще поговорим подробно. Но поскольку, я так понял, вы главный садовод, да? То о саде, наверное, все-таки нам и расскажете. Хорошо. В своем саду я выращиваю различные культуры. У меня, например, есть три сорта жимолости. Жимолость – перекрестная пыляемая культура, и поэтому у меня три разных сорта. По вкусовым качествам они напоминают голубику, но есть немножко терпкие сорта, есть немножко кислые. Ну, например, голубой, я заметил. Да, им 4 года. Значит, в том году они начали плодоносить. Нынче я собрал с куста где-то по 2 литра. Начинаю собирать где-то с 20 июня и по 1 июля. Так, другие культуры. Начнем с деревьев. С деревьев. Значит, ранетка. Нет, это полукультурка. Полукультурка. Это сорт сибирское золото. А этот сорт? Это тоже сорт сибирское золото. Но я посадил их уже, они были у меня большие. Ну, вот, значит, за 5 лет они в рост почему-то не идут, а или холодно, ветра, как-то даже стараются. Вот посмотрите, вниз это. Поселок Николаевский, это в народе спиртзавод, да? Да. Здесь сады когда-то были хорошие? Здесь сад был только в школе. В школьный сад был. Там дичков много сейчас. Дичков, да. А раньше там, я еще помню, 30 лет назад, там желтые ранетки были. Слива-то вишня, по-моему, там не росла. Нет, там такого не было. Вот поэтому я удивился, что вот у вас слива один сорт и второй даже, да? Да. Тоже уже подоносит. Тоже начал подоносит. Этот у меня первый год на нижних ветках появилось. А этот... Арактоид, да? Арактоид-3. Желтый. Значит, желтый. Ну, вот видите, очень, даже можно сказать, для Сибири неплохой урожай. Ну, а теперь я хочу, чтобы вы нам немножко рассказали о смородине. Я выращиваю красную смородину сорта «Челябинский великан». Смородина – это очень высокоурожайная и зимостойкая, но не любит ветра. Зимой я, значит, здесь ставлю щиты, чтобы ветром ее не обдувало. Ну, если вот так приподнять, то видно, что... Вы еще не собирали урожай, да? Нет, но я частично собираю, еще частично, которая не поспевает, я еще ее не трогаю. Но здесь немножко холоднее, чем в городе. Там уже сбор идет, красная смородина. Вы позже, да? Я позже. А черная смородина сорта знаете? Черная смородина, значит, у меня есть частично самарские сорта, потому что у меня отец в Самаре, там, я оттуда привожу. Ну, вот, значит, здесь тоже видно, что вот она есть, тут черная ягода. Она не подмерзает? Она подмерзает, верхушки подмерзают. Но когда ее укрываешь снегом, когда зимы снежные, она, значит, это хорошо переносит. Но они более вкусные, это сладкие сорта, чем наши местные. Ну, может, у меня так попалось. А вот у меня местный сорт. Вот один из бурятских сортов. Да, один из бурятских сортов, тоже хорошо плодоносит. Но я его вообще снегом не укрываю, значит, очень зимостойкий сорт. Ну, что я хочу сказать, вот, запах листов такой же, как в тайге. То есть вот это листья можно даже, мне кажется, засушивать, ну, в нижней части. И использовать для чая. Вы не делаете? Мы для чая не делаем, мы огурцы и солим, мы, значит, туда обязательно добавляем вот этот смородиновый лист. Таким образом, у вас 7 кустов смородины, это на вашу семью достаточно, да? Да, я собираю где-то, ну, в том году я 2 ведра, нынче поменьше, она подмерзла. Ну, наверное, в пределах ведра полтора. Скажите, Валерий, сколько здесь на участке и вообще в Николаевском снеге выпадает? Выпадает, наверное, 10-15 сантиметров. Не больше? Не больше. Но при этом я у вас увидел плантацию садовой земляники, неужели она здесь зимует? Ну, у меня есть один секрет, вернее, даже не секрет, а можно сказать, наверное, агрономический прием. Ну, давайте подойдем, и я вам его расскажу. Скажите, Валерий, вот садовая земляника, да? На вашем участке сколько лет уже? На моем участке она 3 года. Значит, было у меня сначала 10 кустиков, сорт заря. Да, было 10 кустиков, и за 3 года, значит, она размножилась, надо будет ее нынче прореживать. Квадрата 8, наверное, да? Ну, да, возможно. Но вы в прошлом году урожай собирали? В прошлом году я собрал где-то около 6 литров, и нынче, наверное, литров 8. 8, да, довольный результат? Да, очень вкусная ягода, говорят, она вкуснее даже байкальской этой ягоды. Ну, мы как-то считаем, что у нас в открытом грунте выращивать землянику только на Байкале можно. Как вам удается, что она перезимовывается здесь? Значит, я, значит, как делаю? В конце сентября вырезки от малины ложу прямо на эту землянику, потом, значит, какими-то, ну, рогожки, которые пропускают воздух, ну, можно, может, одеяло, но только те, которые пропускают воздух. Значит, ложу потом на эти кустики малины вырезанные. И потом, значит, сверху сантиметров 12-15 я засыпаю опилками. Свежими опилками. Свежими опилками. Проблем с опилками на сперзаводе нет, да? Проблем, да, нет. И это все, снег еще падает потом? Ну, значит, снег падает, если я двор чищу. Еще добавляю. Значит, еще добавляю, также на смородину добавляю. И весной открываете какое время? Весной, значит, снег сходит, потом опилки, значит, где-то в начале мая. В первых числах. Ну, если тепло, может, даже 25 апреля. Я могу опилки снять, но рогожку еще лежит. И главное, чтобы она не запрела. На середину августа практически вырожая нет, да? Ну, остались еще такие мелкие, может, попадаются иногда. Ну, те 8 килограмм, которые вы собрали, вас удовлетворяют. Ну, мы только кушаем ее, потому что она в хороших вкусовых качествах. Варенье я не варю, не любитель. Я заметил у вас еще очень хорошие, на мой взгляд, плантации малины. Давайте о ней немножко поговорим. Давайте поговорим. Лучше Боша нет. Котлов большой ассортимент. Дешевле Боша нет. Качество их аргумент. Лучше Боша нет. И вот за бортом конкурент. И вот она. Греватели дешевле Боша нет. Люблю, когда овощи домашние, своими руками выращенные. Они и душу радуют, и для здоровья полезнее. В садовом центре САДЭМ я беру отборные семена, качественные удобрения, почвогрунты, саженцы и многое другое. С таким помощником у меня всегда богатый урожай. САДЭМ. Забота о процветании. Определены победители четвертого этапа ежемесячной акции «Удачный сезон среди пенсионеров, получающих пенсии по картам Байкалбанка». Откройте свой удачный сезон в Байкалбанке. Мотокос и штиль. Когда травы много. До конца августа скидка до 24%. Только в уюте. Малину я культивирую уже 13 лет. Ну, я сразу начал, у меня сначала был один ряд, потом поросль разрасталась, второй ряд, и так, значит, дошло до четырех рядов. Сортовой материал или живые? Малину мне, значит, здесь раньше жила учительница, она сейчас уже, ее нету, но дала мне несколько отростков. То есть местная какая-то форма? Местная какая-то форма. А вы выращиваете ее в деревянных коробах фактически? В деревянных коробах я ее выращиваю. Значит, это делается для чего? Значит, по осени, в конце сентября, я старую малину вырезаю, а новые эти поросли, я укладываю их в коробах. В этот короб? Да, в этот короб укладываю ее. И потом, значит, снег, когда начинает снег, участок чищу, и эту малину, сыплю, значит, снег на эту малину. В течение зимы, значит, копится где-то до начала марта, а потом в марте месяце я еще на эти короба накладываю доски, чтобы солнце не топило этот снег, потому что в марте уже сильное солнце, снег топится, а морозы бывают у нас еще в марте до минус 20 и более. Это интересно, я такого не видел, чтобы в марте добавили. И чтобы вот снег не таял, вот эти доски, они его еще предохраняют чуть ли не до середины апреля. Ну и система подвязки у вас довольно интересная. Значит, получается на кол, да, жерде, да? Да. Две жерди или три? А, три. Где три, где две, значит, в зависимости от руслости. Да, и подвязываю. Ну и как урожай-то? Урожай хороший, значит, с ряда у меня где-то получается два ведра малины. Ну сейчас она уже отходит? Она уже отходит, но покушать, конечно. Еще можно. Да. И даже если... Кстати, как вы кушаете, вот, предпочитаете? Я предпочитаю, нет, я ее замораживаю, значит, нынче я заморозил шесть ведер малины. Всю зиму у меня семья ее прекрасно ест. Когда она размораживается... Все шесть ведер у вас заморожены сейчас? Да, заморожены. У меня два холодильника здесь, один у сына, значит. Это здорово. Да. А после разморозки она не теряет? Она практически не теряет вкусовых качеств. Отличие от черники или голубики. Ну и вот в районе Лан-Удэ мучат всех паутинные клещи. Я у вас его не вижу. Не знаю. Не бывает никогда? Бывает тля немножко. А, отлично. Но я ее вначале опрыскиваю, вначале цветения. Ну, попадается, но она сильно не распространена. Совершающий вопрос по саду. Я нигде в Бурятии не видел таких высоких заборов в сельской местности. Это, наверное, для защиты сада от ветров, да? Ну, это здесь несколько вариантов. У меня здесь, значит, стадион за этим забором. Во-первых, я его делал, чтобы дети играют там. Футбольные мячи. Потом я живу на горе, у меня здесь сильные ветра. Вот от ветров, да? Значит, я еще сделал 3,5 метра у меня где-то заборы, значит, чтобы действительно сделать заслон этим сильным ветрам. И действительно, это очень помогает. Вот за домом у меня там какой-то, получается, микроклимат даже. Ну, это чувствуется. Да. Можно садить высокие деревья, тополя, а можно сделать высокий забор. Все понятно. Так что вы правильно все делаете. А сейчас, уважаемые телезрители, мы поговорим с еще одним агрономом этого участка, но уже по овощеводству. Итак, Надежда, какие овощные культуры вы выращиваете? Ну, в теплице, прежде всего. В теплице мы выращиваем огурцы, помидоры и перцы. Ну, три достаточно, да? Раньше садим еще посадили лук, петрушка. У вас какая-то интересная культура поликарбонатная собственного проекта, да? Да. А в открытом грунте традиционный набор, да? Да. Морковь, свекла, свекла бордо. Морковь, нанская, кабачки, грибовские, грибовские. Да, да, да. Они хорошо хранятся еще, да? Лук, чеснок. Лук, чеснок. Но в этом году не удались, да? Не удались, да. Да, вот на мой взгляд, у вас немножко в грядах перегноя не хватает для этих культур. Не хватает. А еще что, петрушка кудрявая? Укроп, петрушка. Укроп отдельно, да? Да. А регис, вот вы выращиваете отдельный гряд. Да, да. Вы считаете, это лучше, да? Да, нам. Ну, вот земля есть, а можно было... Некоторые как-то по краям садят. Можно было ее занять чем-то еще, да, выращивать, но, наверное... И раз мы находимся вот в этой части, она у вас какая-то гибридная здесь, и огород, и сад. Вот про облепиху мы не говорили. Ваш супруг, да, за ней ухаживает? Да, это Валерий. Это не колючая, да, облепиха? Без колючек. Без колючек. И каждый год она у вас нормально плодоносит. Да, да. Она крупная, сладкая. Ну, самое интересное, уважаемые телезрители, на мой взгляд, вот в этом огороде, это опыт семьи Фатьянов по выращиванию томата и перца. Я не знаю, как назвать их. Высокий гряд или карабах. Может, вы нам подробнее об этом расскажете? Пожалуйста. Вот в таких застекленных карабах мы выращиваем перцы и томаты. Так, сорта вы знаете, да? Да. Перец Аполлон и сладкий карабуз. Прямо спеют у вас здесь? Спеют, да. Солнца хватает, здесь застеклено сверху. И раньше высаживаем. А здесь томат какой? Томаты у нас клуша, алтаечка, дикая роза. Вот по дороге мы видели другую гряду. Там у вас закрыто, без стекла. Да, да. Здесь со стеклом. Где урожай высший, где созревание лучей. Ну, здесь, конечно. Здесь солнце больше. Ну, и где, чья это? Где вот взяли вы? По интернету такой вариант. Или здесь на спецзаводе такие все делают. Я лично первый раз вижу. Это мой муж, Валерий. Муж изобрел, да? Но я такого не видел. Действительно, как назвать? Я бы назвал на это высокая укрываемая гряда, скорее всего. Потому что это не парник. Навоза у вас там нет, да? Нет. Просто грунт даже, он песчаный, видно. Вот. И высаживаете сюда вы когда? Вот, например, перец. Так, когда же мы высадили? Ну, раньше, конечно, чем в открытой ручке. Раньше, то есть в мае, наверное, да? В мае. В мае. И томат точно так же, да? Да, да. А рамы закрываем? Закрываем. Постоянно? Кроме жары? Да. Мы даже иногда в жару эти откроем с боков. А когда последний вырожай под рамами можно собрать? В сентябре, допустим, какого часа? Ну, числа 10-го. То есть 10-го еще сентября, да? Угу. Ну, что, уважаемые телевидители, вот такой интересный... Сейчас ночи холодные, мы уже закрываем. Какой интересный вариант, значит, высокой гряды остекленной. Кстати, можно вместо стекла применять поликарбонат, да? Да, да. И рамы можно сделать полегче, да? У вас они стеклянные, их можно и из пленки, и из того же поликарбоната. Так что... Сейчас же многие меняют окна. Можно патент вашему супругу, наверное, на форме на это изобретение. А если туда еще на дно добавить навозы, будет теплее. И раньше еще можно... И теплица не нужна, да? Так вот навоза нет, коров не держим. Ну, и еще я обратил внимание, много цветов. Я так понимаю, это тоже ваша заслуга, да? Да, да. Надежда. И о цветах-то уж надо рассказать. Тем более август. Пора цветения на наших участках в Забайкале. Я очень люблю цветы с детства. И вот постоянно сейчас их ращу. Георгины люблю, петуния, шток розы, гадеция, плоксы. Ну, я заметил, у вас действительно много георгины, петуни. Да. Наверное, это самый любимый, да? Да, да. Самый любимый. Вот скажите, технология выращивания георгин вот в этих... Кашпо. Кашпо, да? Она у вас какая? Вы храните в них? Да. Я осенью обрезаю и в погреб спускаю при температуре 4 градуса. У нас же в основном цветоводы-любители выкапывают клубни-луковицы, затем в мешочек и потом жалуются, что они там высыхают и так далее. А у меня вот... А вы просто срезаете вот прямо в этом, да? А потом ранней весной вытаскиваю в теплицу. При какой температуре в подвале у вас хранятся? Ну, там где-то 3-4 градуса. То есть там, где картофель храните, да? В этом же подвале? В этом подвале. И сколько лет можно вот так в одном месте? Ну, вот эти у нас уже 3 года. 3 года в одном Кашпо? Да. Земля одна и та же, да? Добавляете немножко? Добавляю. А размножать, если, например, захочется вам этот сорт, что делаете для этого? Ну, как? Мы делили вот это. Вот это мы клубные делили, да? Ну, и, наконец, мне понравилась ваша скамейка. Хотя, вообще-то, это не скамейка, наверное. Это опять муж изобрел, да? Как мы назовем это? Бордюр? Бордюрная. Цель-то какая? Это цель, у нас дом в низине стоит, постоянно снег тает сюда, вода бежит, дождь идет, тоже вода под дом. Чисто практическая цель, да? Практическая, а потом мне нравится, я ставила все цветы. А, прямо на них непосредственно, да? Да, да. Так поставлю, но ветром сдувает. И еще мне обратило внимание, тут еще и земля внутри, то есть цветы можно и там внутри даже выращивать. Можно выращивать. Это элементы ландшафтного дизайна, получается, да? Внутри вот сидят многолетние. Так, хорошо, Надежда. Таким образом, у вас еще есть и определенный опыт в ландшафтном дизайне. Хочется посоветовать нашим уважаемым телегрителям применить такой способ. Да, да. Особенно, если в кашпо выращиваешь цветы, вы их поставили, и все. Ну, а теперь, в завершении нашей программы, мы еще немножко побеседуем с семьей Фатяновым. Итак, Валерия и Надежда. Вопрос, который не только меня, надеюсь, интересует, но и других. Зачем вам этот участок? Валера, отвечай. Ну, участок зачем? Семью прокормить там или еще раз? Да, мы любим землю, хотим жить на земле. Ну, и просто так жить на земле, конечно, не интересно. Земля должна приносить не только удовольствие, но и какие-то плоды. Ну, вы получаете удовольствие от своего? Да, мы, значит, и полностью себе огородной продукцией обеспечиваем. Потом нравственная полностью обеспечение, цветы. Вот плодово-ягодная, вот этот стол как раз, это все. Но это еще не все, конечно, это только плодово-ягодная. Картошка у меня еще там, за доллар тоже участочек есть. Причем сортовая, насколько я понял. Потому что местные сорта, они, конечно. Но, уважаемые те зрители, этот участок я бы назвал гибридным, потому что он как бы находится в сельской местности, но живности у вас нет. Ни поросят, ни кур нет. Поэтому гибридным между сельским подворьем и дачей. Так можно выразиться. Кто помогает? Наверное, одним-то все время тяжеловато? Или все в разъезде? В основном, внук у нас летом помогает. Когда не учится, он же учится в институте, а летом нам помогает с огородом. Грядки скапывает. Ну и традиционные вопросы. Я вижу, что вы любите все это, да, и украшать, и выращивать. А что дальше? Какая мечта у каждого из вас? Или у вас общая семейная есть мечта? Что можно здесь сделать еще? В агрономическом плане там или... Ну, в агрономическом плане, конечно, у меня задумка есть. Бассейн здесь разбить. Беседку поставить. И сделать, значит, уголок отдыха. Но это не в агрономическом, скорее, декоративном. А, ну, декоративно. А в агрономическом, может быть, какие-то новые совершенно культуры хотите попробовать? Ну, конечно, менять культуры надо, потому что... И у вас много сортов из Самары, я понял, да? Да, и Самары, и... Ну, а вы что хотите по огороду добавить или по цветнику? Тоже есть определенные планы, да? Да, планов-то нет. Но, в принципе, вашему участку всего 5 лет, да? За 5 лет, я считаю, вы сделали очень много. Вы получаете истинное удовольствие от того, что выращиваете. И я хочу пожелать, и, надеюсь, телезрители моему пожеланию присоединятся, чтобы не останавливаясь на достигнутом. Нет предела совершенства. Несмотря на то, что участок в перзаводе находится, но это не идеально теплое место у нас считается. Тем не менее, судя по тому, что вы даже здесь клубнику выращиваете, то есть садовую землянику и сливу, значит, все это растет. Как в одном известном выражении, значит, посадить только надо. Я вам желаю удачи, успехов и исполнения ваших будущих планов, не только в агрономическом плане, но и в целом по жизни. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До конца августа скидка до 24% только в уюте. Субтитры подогнал «Симон»